Король современного оркестра. Знаменитый советский и российский композитор, пианист и педагог Родион Щедрин отметил свое 90-летие. Его имя тесно связано с Самарой, а именно с военным Куйбышевым. К юбилею метро в областной столице открыли интерактивную доску. Ее разместили на фасаде парадного подъезда дома номер 117 по улице Красноармейской, где в годы Великой Отечественной войны в эвакуации жил композитор. Он неоднократно бывал у нас здесь, как уже известный российский и советский композитор, участвовал в самых разных проектах и всегда с огромной теплотой и нежностью отзывался о нашем городе. Я хочу поздравить еще раз Родиону Константиновичу с днем рождения, пожелать ему здоровья, творчества, успехов. Все желающие теперь могут не только познакомиться с информацией о жизни и творчестве великого музыканта, но и послушать фрагменты его самых известных музыкальных произведений. Современные средства позволяют будоражную фантазию. И то, что у молодых людей появился интерес к имени Щедрина, это здорово. И что они придумали такую форму именно на доме, где он жил. Специально для этого проекта Родион Щедрин дал интервью, в котором вспомнил факты о своей жизни в Куйбышеве. С семьей моего дяди, который был крупный энергетик, я был эвакуирован в октябре 1941 года в город Куйбышев тогда. Можно послушать о том, как он был в Самаре, какие-то его вспоминания, о том, как он слушал свою симфонию. Это живая речь. Не какое-то специально записанное интервью, а можно сказать, какое-то наговоренное голосовое сообщение, в котором он очень эмоционально и живо вспоминает о своей жизни. Работать интерактивный комплекс будет только в дневное время, чтобы не доставлять дискомфорта местным жителям. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.